Солнце и тепло далекой Кубы можно ощутить, побывав в Ивановском художественном музее. Там открылась выставка Амара Годинеса. Организовать международный творческий проект удалось благодаря Интердому, где еще в 30-е годы воспитывались дети из Кубы. Интердом воспитывали там кубинские ребята, которые потом в 40-м году, потом они выросли, они воевали там в Великой Отечественной войне, погибли, они герои Советского Союза. Поэтому Куба, посылка Куба, все, мы очень дружны. И все, когда было 70 лет победы, я рисовал большую картина, где сопричлены вот эти герои наши, и я подарил Интердоме. В Иваново Амар Годинес приезжал уже два раза, проводил для ребят мастер-классы и даже запланировал сделать роспись в здании Интердома. Эта поездка не последняя, уверен мастер. Небольшой русский городок художнику очень приглянулся. Город хороший, красивый, образец, это конструктивизм, русский конструктивизм, много архитектуры, интересный, спокойный город, добрый. Мне очень нравятся вот эти дома, русские дома, деревянные. В Иваново Амар Годинес привез около 70 своих работ, написанных в последние годы. Следует отметить, что впервые Ивановский художественный музей предоставил Ивановцам возможность познакомиться с латиноамериканской живописью. Экспозиция получила название «Корни». Это поиски, размышления об истоках кубинской культуры, о тех составляющих ее, афроамериканских, индейских, из-за Колумбовой эпохи, европейских корнях, то, что составляет вот этот сложный коктейль. И некоторые размышления о личном прошлом, о детстве. Амар Годинес не только живописец, но и график. Известен как мастер плаката и карикатурист. Представленные работы отражают лишь одну из граней творчества художника. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.